Рев мотоциклов и крики болельщиков вновь зазвучали на стадионном Локомотив в Дагуфпилсе. 15 апреля здесь прошла гонка нового сезона польской лиги Найс. Локомотив принимал команду Рофф из Рыбника. Последний раз команды сходились в поединке в 2015 году. Затем Рофф вышел в экстралигу, но из-за допингового скандала теперь вынужден снова бороться за возвращение в элиту. В Дагуфпилсе команды встречались 7 раз. И эти встречи всегда заканчивались победой Локомотива. Не изменил Локомотив себе и в этот раз. Но сохранить это победное преимущество удалось с большим трудом. Первые два заезда закончились ничьей. Затем Рофф постепенно, очко за очком, набирал преимущество. Самым неудачным для Локомотива стал седьмой заезд, в результате которого поляки вырвались вперед на 6 очков. Затем гонка продолжалась с переменным успехом то одной, то другой команды. Трижды гостям удавалось увеличить разрыв счета до 6 очков. Переломным стал 12-й заезд, когда Локомотив сравнял счет 36-36. В следующих двух заездах наши спидвисты привезли по 5 очков. Свою очередь соперники преуспели в падениях и, соответственно, дисквалификациях. После 14-го заезда счет составил 46-37 в пользу Локомотива. И пусть последний старт выиграли поляки, на итоге гонки это не отразилось. 47-42 в пользу нашей команды. В начале сезона тяжело, тем более одна из сильнейших команд приехала, команда экстралиги. И тяжело так начинать. Волнение это одно. Второе, что все немножко морально убиты были после поражения в Гнезно. И надо было большую силу, чтобы собраться. Удачная гонка выдалась для юниора Лока Олега Михайлова. Впервые в своей карьере молодой спидвист завоевал полный комплект, привезя 15 из 15 возможных очков. Очень доволен этой гонкой. Настраивался на нее очень сильно. Спасибо механикам, которые поработали со мной на тренировках. Настроили мои моторы. Сегодня сделал пробу на другом моторе. Сильно он мне не понравился. Выехал на боевом и пошло все в гору. Было трудно бороться. Трек еще после зимы такой. Все получилось достаточно хорошо. Я рад этому. В команде РОВ лучший результат показал австралийский гонщик Трой Бачилор, заработавший 13 очков. Следующая гонка состоится 22 апреля. Локомотив на своем треке будет принимать команду Ванда из Кракова. Любовь Тран, Александр Христов, телевидение Даутком. Субтитры подогнал «Симон»